МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости в эфире Первого Карагандинского. В студии Ирина Камышова. Здравствуйте. Коротко о главном. Караганда отпраздновала День Конституции. 50 сотрудников полиции по итогам аттестации будут уволены. Караганды СУ сообщает об отключении холодной воды. Караганда отпраздновала День Конституции. Один из главнейших праздников независимого Казахстана. По традиции в городе проходили народные гуляния. В этом году центром празднования стала площадь независимости, которая собрала тысячи горожан на красочном концерте. Накануне состоялось открытие каскадного фонтана. Благодаря новой архитектуре композиция приобрела другой вид и заиграла новыми красками. Но спустя некоторое время красками заиграла площадь независимости. Пришедшие от мала до велика горожане смогли насладиться обширной концертной программой. Первым свое слово сказал глава Карагандинской области Бельгазек Усаинов. В этот день, в 1995 году, на самом высоком законодательном уровне закрепили приоритет прав и свобод человека и гражданина. Конституция Республики Казахстан – это наш основной закон, ставший мощным фундаментом, на котором выстроена новая система власти, проведены важнейшие политические, экономические и социальные реформы. В начале всех успехов в Казахстане лежит Конституция, и она же на протяжении всех лет остается гарантом нашего благополучия. Праздничное строение захватило буквально всех. Для разных поколений этот праздник является особенным. Многие молодые люди, поддерживая молодежную политику государства, осознают всю важность праздничной даты. Я чувствую себя свободным и, так сказать, гражданином Республики Казахстана, независимой Республики. Как планируешь отмечать? Планирую вот сейчас на концерте, празднуем с друзьями, с коллегами, после обеда будем дальше продолжать. Ну, до вечера, до утра будем праздновать, как говорится, еще не вечер. Помимо казахстанских звезд эстрады и этнокультурных объединений, карагандинцев приехали поздравить и группу «Нана» и ее бессменный руководитель Барри Алибасов. Насколько вот мне известно, мало того, что мои друзья русские не хотят уезжать из Казахстана, многие русские, которые сейчас живут в России, особенно в глубинке России, все хотят вернуться в Казахстан. Наверное, это может быть конституцией Казахстана, которая дает возможность человеку ощущать и чувствовать себя человеком. В заключении хочется сказать, праздник получился в полной мере красочный, но обширным, показывающим всю многонациональность и дружность казахского народа. Александр Крылов, Олжас Габасов, Алексей Спиридонов, 1-й Карагандинский. Слушание по делу Асхата Абишева продолжается. Сегодня состоялся очередной судебный процесс. Асхату Абишеву и его соучастникам предъявили обвинение сразу по трем статьям. Однако вердикт суд присяжных вынести так и не смог. Напомним, полтора года назад Абишева обвинили в незаконном хранении оружия и героина, а также в угоне автомобиля. Подозреваемый же утверждает, что улики ему подкинули сотрудники правоохранительных органов. 28 апреля 2011 года днем Асхата Абишева задержали у БОПовцы и изъяли у него пистолет ТТ и героин весом чуть больше грамма. А чуть позже ему предъявили обвинение в организации разбойного нападения с целью завладения автомобилем. В судебном заседании был исследован протокол личного обыска Абишева Абиша за решеткой уже полтора года. Разобраться в деле не удается никому. На сегодняшний день дело еще больше запуталось, говорят защитники подозреваемых. Словом, каждый говорит по-своему. Сегодня был допрос еще одного свидетеля, который всячески увиливал от ответственности. Мы вот ехали, вот по-настоящему, ну, вот, делали такое. Время, 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 ночь, день. Нет, день был. Где-то это было три-четыре, где-то вот так. Мы направлялись в город, и вот перед тем, как на мост подматься, была вот такая, машина сверху поехала, ее понесло ее, она зацепила сначала одну. Ауди. Что это значит? Ауди серебристая. Молодец. И, видать, как-то три этажа там, и нас, заднюю часть. Ну, все-таки, вы ехали, вы за руку, а какие-то у нас пассажирские? Да, да. Дело по отношению Асхата Абишева, которому и предъявляют обвинения сразу по трем статьям, еще не закрыто. В ближайшее время пройдут очередные слушания. Будет ли вынесено конкретное решение, на этот вопрос никто ответа не имеет. Мирам Гусал Кимбаева, Толиген Рашид, Евгений Афанасьев, Первый Каргандинский. Спонсор выпуска новостей – компания «Галакси Групп» с торговой маркой «Алюгал». Компания «Галакси Групп» вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легка в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал». 50 сотрудников полиции Карагандинской области по итогам аттестации признаны несоответствующими занимаемой должности и рекомендованы к увольнению из правоохранительных органов, сообщает пресс-служба Департамента внутренних дел Карагандинской области. С 1 по 30 августа этого года аттестацию прошли 1009 полицейских Карагандинской области. В свою очередь ждут еще около 4000 сотрудников. Право на занимаемую должность доказывали представители всех структур правоохранительных органов – от руководителя любого уровня до рядового полицейского. С участием в комиссии представителей Министерства внутренних дел Республики Казахстан проведено 7 заседаний региональных аттестационных комиссий, где приняло участие 1009 сотрудников Департамента внутренних дел Карагандинской области, сотрудников подразделения УВД города Караганды, УВД города Приозерска, сотрудники, руководящий состав аппарата ДВД области, сотрудники и руководящий состав УВД города Темиртау, УВД Абайска, Бухаржавска районах, а также УВД городов Шахтинск и Сарани. По результатам сдачи зачетов и проведения собеседования региональной аттестационной комиссии, для выдвижения на вышестоящую должность рекомендовано 27 сотрудников. 886 полицейских доказали своего права на работу в органах внутренних дел. 17 полицейских рекомендовано понизить в должности в связи с несоответствием. 29 сотрудникам придется перевестись на другую работу. Аттестация продолжается. Под мотивы патриотических песен отпраздновали День Конституции в Октябрьском районе. Конкурс, которым приняли участие более 100 исполнителей самых разных возрастов, прошел накануне. Конкурс патриотической песни прошел во Дворце культуры молодежной. По инициативе Акимата Октябрьского района и при поддержке спонсоров конкурс собрал более сотни участников. Самой главной целью данного конкурса является поднятие патриотического духа, патриотического воспитания у нашей молодежи, развитие культуры, поднятие культуры среди нашей молодежи и, конечно же, занятость наших детей. Одной из победительниц конкурса стала Айжана Разгалиева. Девушка преподает уроки музыки в одной из школ города. Сегодня Айжан исполнила песню об Астане, за которую и получила высшие баллы от жюри. Я преподаю в школе, стараюсь воспитывать своих учеников в патриотическом духе. Посредством песни прививает детям любовь к родине. А сегодня уже на этой сцене исполнила песню о родной земле, о столице нашей страны и завоевала первое место, чему очень рада. Конкурс показал патриотические настроения подрастающего поколения. Организаторы обещают, что подобное мероприятие не последнее. Еще раз организуют площадку для реализации творческих идей молодежи Октябрьского района. Караганды СУ сообщает об отключении холодного водоснабжения. Уже на следующей неделе на период от одного до двух дней без воды останутся Караганда, Тимиртау и поселок Актас. В связи с чем компания-услугодатель рекомендует потребителям иметь запас питьевой воды. Холодное водоснабжение в Караганде и Тимиртау отключат 5 сентября. Днем позже, 6 сентября, будет проводиться профилактическая дезинфекция на водопроводных сетях. Вода будет подаваться с повышенной дозой хлора, потому во избежание отравлений пользоваться ей в будущий четверг в пищевых целях не рекомендуется. Чуть дольше без холодной воды придется оставаться жителям поселка Актас с 6 по 7 сентября. Компания-услугодатель призывает потребителей города иметь двухсуточный запас питьевой воды, а жителям поселка Актас водой запастись на три дня. Подобное отключение от водоснабжения – мера вынужденная. За это время три насосные станции Караганды-СУ будут подключены к новым электрическим сетям, строительство которых завершилось накануне. Работа, проводимая в Жарык, безусловно, необходима. Это улучшит надежность работы наших насосных станций не только в зимний период, но и в летний период. Электроснабжение будет осуществляться, как должно быть по правилам, по двум линиям независимым. Это все новости на сегодня. Напоминаю, телефон нашей редакции 420649. Я желаю вам приятных выходных. Всего доброго. Сау Бонздар. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!